хуже места я найти не могла сижу позади меня ярмарка куча людей я снимаю влог всем привет добро пожаловать в мой новый парижский влог извините за то что я снова пропала я об этом расскажу в этом влоге подробно все причины мои мысли влог чувства почему я плохо снимаю мало снимаю это будет очень искренний влог я думаю мы узнаем друг друга немного лучше благодаря этому видео поэтому смотрите воскресенье день когда мы идем за блоками запомните этот день это день булок сегодня в париже прекрасная погода я бы сказала лучше я бы хотела чтобы все лето выглядело примерно так я иду в кожанке мне не жарко мне не холодно даже когда ветер дует мне немного прохладно вот так должно быть идеальное лето выглядели должен согласен так и наше будет подтверждение согласен говори еще я пытаюсь каждый день как-то по-разному одевать эту юбку стилизовать мне кажется вот так вышла супер вчера было чуть странно сегодня не очень странно можно наоборот широкой частью вверх нет лишь я подбираю разную одежду базовую с этой юбкой и вы знаете к этой юбке все подходит это была прекрасная покупка восхитительная еще белую такую юбку но не солдат веке доним какой бы съели вы панцу из она шоколад или обучка сезамом да не просто решил три булочки 3 человека каждому по булочке у нас голосование лёш какая из трех понравилась тебе больше что я необычно это реально как море и живешь у лёш странные ассоциации вообще ничего общего с нори не имеет вкусная булочка сезамом алёша на панцу из был на ютюбе не попадаю в полную строительство на Тридама идёт полным ходом такого большого крана мы ещё не видели как вы наверное заметили в последнее время я постоянно начала пропадать видео начала выставлять гораздо реже и вообще даже сейчас уже прошло больше двух недель с моего последнего видео я хотела немного поговорить с вами объяснить почему это происходит почему я не снимаю и много чего другого у меня такое ощущение последние наверное месяца полтора-два в горами и как будто мне не нравится что я снимаю но я не знаю что и чего снимать я буду говорить вам как есть постараюсь поменять что-то потому что я подумала что если ты ничего не меняешь ничего не меняется и поэтому я поменяю постараюсь поменять формат видео то что я говорю постараюсь вообще говорить все что мне приходит в голову последнее время у меня такое ощущение что я снимала одно и то же то есть это проблема не видео проблема во мне и в моей жизни как будто я делаю одно и то же и мне уже самой не интересно это делать не то что снимать то есть каждый день он как будто одинаковый как будто ничего нового не происходит, как будто я застряла в дне сурка. Я думаю, причина тому, то что у меня нет какого-то здесь хобби, дела, работы, в общем, чего-то мне не хватает, и поэтому мне как будто моя жизнь, это какое-то существование, как будто я делаю реально одно и то же, неинтересно, и всего тому подобное. Вообще, у меня периодически возникают такие чувства, часто, начиная с момента, когда я перестала работать моделью, и я никак не свыкнусь с этим, то есть это было моё собственное решение, я сама решила, что я больше не хочу это делать, да, это было осознанное решение, но как будто, сколько бы времени прошло, я не вижу себя кем-то другим, не знаю, как это объяснить, то есть я с 15 лет занималась одним этим, и я больше себя ничем не представляю, и получается у меня такое ощущение, что мне как будто не хватает дела, дело, которое бы меня заряжало, меня не заряжают проколки, сиденье, вот это пить кофе, еще что-то, мне не хватает чего-то, и я как бы знаю, чего, но я не знаю, где это для себя найти, вот это вдохновение, это работа, заряд, и поэтому у меня такое ощущение выгорания, сейчас бы могла быть какая-то реклама сервиса по психологии, но нет, ее не будет, потому что я не посещаю психологов, и я не делаю рекламу психологам и никаким сервисам, как вы могли заметить, иногда мне вообще кажется, у меня какие-то проблемы с психикой, но это мы давно знаем, судя по комментаторам, по некоторым моим видео, многие давно знают, что у меня проблемы с кукухой, в чем-то проявляется, помимо вот этого, недовольства собой, это недовольство конкретно собой, не городом, не чем-то еще, а я просто сама для себя не понимаю, что я хочу делать, то есть я знаю то, что я делать не хочу, но этого недостаточно, чтобы найти свое дело и понять, что именно мне подходит и что мне интересно, многие говорят мне, что мне надо было делать какой-то курс, курс про похудение и так дальше, но я знаю, что я не хочу это делать, я знаю, что это очень прибыльно, что на это можно очень много заработать, что это очень популярная тема, но я реально не хочу это делать, мне это неинтересно, и я не хочу делать то, что мне неинтересно. Я нашла еще одно, одно дело, которое могло бы быть мне интересно, но об этом я пока говорить не хочу, это связано с моей предстоящей переездкой в Украину, я скоро еду в Украину, довольно надолго, я давно так надолго не ехала, и я надеюсь, что то, что я придумала, у меня получится, потому что у меня больше реально нет идей, чтобы мне могло быть интересно. И это очень сложно. Это очень сложно. Просто, как сказать, как сказать, многие думают, что это классно, когда у тебя много свободного времени, когда ты можешь ничего не делать, делать свои дела, не знаю, просто ходить в спортзал, например, или просто учить английский, или просто гулять, что угодно. Но на самом деле, такое большое количество свободного времени и отсутствие какой-то конкретной цели в профессиональной своей среде, оно сводит человек с ума. Меня конкретно сводит. Я не знаю, я уже не могу ничего не делать, у меня уже едет крыша. Возможно, это еще связано с тем, что раньше у меня было много рекламы, я делала много рекламы, как вы знаете, сейчас я не делаю рекламу. И не потому, что я не хочу, а потому, что нет рекламодателей, которые мне подходят. Скажем так, у меня очень много запросов на почте, но я не буду работать с этими людьми. На английский я не хочу переходить, хотя мне Леша говорит, что мне надо переходить на английский. Короче, это просто какой-то бесконечный гроб, и я в таком поиске себя, в плане блога, потому что я не понимаю, что я хочу делать. Я просто люблю снимать влоги. Мне нравится снимать влоги, и я не знаю, я не знаю, что делать с этим дальше. Вот. Вроде бы я много чего рассказала. Мне кажется, я давно так много всего не рассказывала. это вот весь поток мыслей, который у меня был, который у меня был в голове. Так же я скоро еду в Киев, как я говорила. я еду довольно надолго. Я еду довольно надолго, не так надолго, как многие могут подумать, не на месяц, не на два месяца, меньше. Еду я по делам в основном. Ну да, основная моя причина – это дела. Я подстраиваюсь под определенных людей, которые будут там в эти даты, и буду пытаться делать то, что давно хотела. и я думаю, пока я буду в Киеве, во-первых, хочу попробовать что-то новое, хочу повстречаться со зрителями своими из Киева, например, хочу делать пранч, встречу такую, не знаю, не знаю, не знаю, что я хочу, хочу много всего сделать. Вы когда-то видели такую позу? Что ты делаешь? Мы снова пришли за этими вкусными такосами. Место бомба, конечно. У Леши тренировка на часах, как обычно идет. Я тренируюсь, как будто я съешь. Пыль, могут, у ладонь. Росы, 髪. И задней Close, рвчон, ö towel. Пойдущи. Росы. многие спрашивали меня про протесты в париже как сейчас выглядят магазины все окна забиты во избежание того чтобы их не разбили собственно но лично я живя в центре не видела никаких беспорядков я видела какие-то последствия но они сами беспорядки кто не похож на корову кстати в итоге это кафе было невкусное моя оценка 5 из 10 а твоя 5 из 12 в общем все не вкусно если лёша 5 из 12 на самом деле я думаю ты выше поставил да они мне иногда кажется не знает как его зовут покажу вам что я готовлю на завтрак у меня на самом деле всегда одно и то же я делаю одно или два яйца сверху я кладу сыр я делаю тост тост из какого-то вот такого хлеба потом мой любимый козий крем сыр лосось и и конечно же авокадо это мой любимый лосось который продается во франции ну и конечно немного зелени еще я подсела на вот такие артишоки все как вы видите покупаю в монопри артишоки эти просто супер также мы подсели на вот эту марта делу с трюфелем ее мы покупаем в итали и вот такая же марта делу но с фисташками очень вкусная если вы любите колбасу это моя самая любимая каждый раз когда я стилю коврик дони думает что это я для него стилю и он тут будет заниматься йогой уходи уходи посмотрите сколько тканей угадайте что я буду сегодня тут делали есть конечно какой-то огромный выбор тканей на любой вкус на любые ваши пожелания я вообще не знала что такие выставки существуют очень красиво мне кажется здесь можно провести день а то и больше разглядывая все здесь есть все о чем вы можете представить ковры и бирки пуговицы ткани на любой вкус из всех стран в общем невероятно нашла крутой крутого продюсера упаковок бирок всего вешала давай кушай дончик смотрите какая вода в сене как болото куча водорослей нет ничего лучше чем утренняя прогулка вдоль сена я считаю я сейчас иду на педикюр мне эти полтора часа я постоянно хожу к одному мастеру моему любимому и я готова идти полтора часа пока шла на маникюр проголодалась купила себе огромный имбирный шот это пять счетов сразу и просто набор орехов буду идти по пути есть вот такая вот голодуха иногда наступает за последнее время мне пришло очень много посылок я ничего не показываю сейчас покажу не знаю покажу ли все покажу верно последнюю которая пришла сегодня вообще история этой кубке максимально глупая и тупая как и все мои покупки я купила эту вещь чтобы поехать к ней в украину вдумайтесь я купила специальную вещь дорогу потому что у меня нет ни одного худи ни одной кофты ничего у меня такого нет потому что я делаю постоянно зачистки гардероба во-первых я не уверена мой ли это размер честно говоря непонятно какая-то помятая кофта продолжим съемку в ней да я купила эту кофту в дорогу специально в дорогу купила кофту ха 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 это уже очень смешно но это не просто такой а такая прихоть дело в том что у меня нет никаких худи толстовок никаких таких вещей почему-то решила недавно что мне нравится яркие цвета что я хочу только нейтральные покупать все худи у меня были яркие в общем вы поняли да при полярные расстройства и я взяла такую кофту мне кажется милая но возможно можно было взять на размер меньше это бренд спорти нд рич ничего обо мне я не спорти и я не рич да но хоть на кофте получается и это кофта для моей дороги конечно же выбор белого цвета очень странный не белого таком такого желтовато белого потому что я ее засрыл с первым же блюдом которое я возьму я ее испачкаю но кстати раз я уже начала говорить про такие странности свои я заметила очень странную вещь я давно обратила на это внимание хочу рассказать вам может быть у кого-то есть то же самое я когда ложусь спать у нас есть и шкафы вдоль комнаты и они как бы не до конца могут закрываться я выклажусь я лежу в кровати я вижу краем глаза что эта дверь не идеально закрыта например я сейчас приведу вам пример вот коробка и она как бы вот так закрыта да не до конца я уже вроде почти сплю засыпаю нет я не могу заснуть мне мысли о том что что-то не идеально закрыто как будто начинает сводить с ума не рассказала вам больше личных вещей чем за последний год вот так это выглядит полный рост по моему неплохо эта посылка уже лежит наверно больше месяца ждет когда ее покажу я ее не показывала потому что потому что не показывала это такая знаете очень специфическая вещь видите я даже не сняла бирку еще это такие казаки они мне нравятся очень сильно я хотела их давно еще год назад наверное но хотела без камушек в итоге решила хочу с камушками понятное дело носить я их буду очень скоро потому что сейчас не сезон такой обуви но они просто не реальные мне нравится максимально так что к осени я уже готова есть идеальная обувь закрываем и пусть она ждет лучших времен бренд называется кейт не думала что мне когда то будет холодно летом в париже смотрите какое красивое украшение в коз есть в двух цветах серебряный металл и золотой металл мне очень нравится даже не знаю может быть куплю только не знаю какой цвет круто выглядит топ на манекене мне очень нравится правда не нравится расцветка я взяла черный по мере я сегодня выгляжу так на полном минимализме вся в черном и все вещи я взяла черно-белый ну и вот здесь есть одна синяя рубашка кстати очень красивый топ и он на скидках вот думаю может его купить хотя это не мой размер и такой цвет яркий но выглядит красиво хотела показать вам что я заказала я заказала вот эти два товара и все остальное положили просто как подарок я такого не ожидала вот такой щедрости от этого онлайн магазина и косметичкой какая-то повязка на волосы и это довольно большие размеры духов пробники пробники какой-то косметики такого я еще не видела смотрите как такса агрессивно грызет свой мячик все эти маленькие пробники в каких красивых упаковках я реально не видела никогда чтобы давали пробники в таких красивых упаковках смотрите какая машина все обклеена прокладками стекла красота смешные названия коктейль это песня помыла андерсен помыла андерсен наверное вот это не знаю смотрите мне нравится салат просто целая капуста рыба у лёши маленькая порция тартара и большая порция картошки я вам рассказывала там в видео буквально в начале что меня бесит когда что-то не до конца закрыто видите эту дверь я уже два раза вставала ее закрывала и она открывается вот так мне нравится больше когда что-то не до конца закрыто это реально сводит меня с ума что я хочу рассказать во первых я хочу сказать что мой гид по парижу готов я добавлю ссылку в описании под видео и в первый комментарий что в этом гиде собственно я его делала очень долго я думала я сделаю его за неделю может быть даже меньше по итогу я делала его почти два месяца то есть там это не так было легко как я думала я собрала мои любимые кофейни мои любимые завтраки французские и такие как мы привыкли есть либо когда тосты всякие яйца пашот их шапшуки панкейки потом мои любимые булочные в каждом практически районе десерты ужин и обеды поделенные на категории французская кухня итальянская кухня морепродукты мясные рестораны азиатские просто смесь какая-то места с видом на башню места с крутыми террасами оперо винные бары коктейль бары спикизи бары рынки в общем очень много всего поэтому это взняло мне так много времени так что ссылка для тех кто хочет себе этот гид будет в описании под видео и я буду ждать ваш отзыв мне будет очень интересно его почитать теперь мой любимый апарт в Париже мой единственный друг в Париже любимый любимый и единственный спасибо у нас с ним всегда family look видите блин сяга мы все время черный Бейонсе я кстати без сумки сегодня и у меня чувство что я что-то потеряла зато я себе новую сумку новая сумка Айвиса красиво первая инвестиция первый люкс не первая это не люкс почему это премиум люкс ну как премиум люкс это премиум это премиум люкс а что это это не мидл апп а что это ну это тоже не дуэху по снимаешь племиум д Windows также с米 это такое это это 500 Technology therefore был точно смотрите на самом деле реально похоже на наш район в лондоне в котором пожили единственная причина почему мы здесь оказались здесь она хоть стадион и мы идем снова на концерт в каждом влоге мы идем на концерты сегодня это guns and roses следующий блок будет через год а 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 и а а а а и Продолжение следует... 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 да похоже на дончик боже как много это просто и вон так сосуды смотрите с кем я встретилась сегодня вы никогда не угадаете юля смотрю влоги юля 2019 2019 до новой 2019 до на всю семью все кто откуда я знаю все и мы наконец-то встретились я очень рада надеюсь вам понравилось это видео извините за шум на улице приехала какая-то машина вот именно в тот момент когда началась мать не буду обещать ничего надеюсь я не буду пропадать надеюсь что я выговорилась надеюсь что мне станет легче я буду пытаться говорить все что происходит у меня в голове и тогда наверное снимать будет легче до скорой встречи